Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Татьяна и наша рубрика «Крупным планом» в группе Moneymaker. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Сафронов, лидер компании Vision, профессиональный сетевик, мой хороший друг. Дмитрий, привет! Привет, Татьяна! Спасибо за приглашение в твой дом. Мы сегодня в Словении, в Любляне. И, безусловно, моим зрителям хочется узнать о тебе чуть больше. Можешь поделиться, откуда ты, чем ты увлекался в детстве. Расскажи о своей жизни. Ну, я родился в 1972 году в Москве, на улице строителей знаменитой всем. Жил, как обычно, с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой. Ходил в детский сад, в школу. В общем, все как обычно, без каких-то особенностей, что ли. Обычная такая московская семья, да, коренный москвич. Хорошо, если мы сегодня с тобой поговорим о бизнесе, а мы поговорим о бизнесе, о твоих увлечениях, о жизни. Ты помнишь тот первый день, когда ты познакомился с индустрией сетевого маркетинга? Да, конечно, помню. Это было в начале 90-х. Тогда у всех молодых людей, а именно тогда я как раз был молодым еще человеком, была проблема с поиском работы. Ну и вообще с работой было сложности. Вот. И просто банально открыл газету, вот, не помню, как она называлась, может быть, ну, в общем, статьи были про работу. Нашел там объявление, позвонил, и меня пригласили на встречу, которая изменила всю мою жизнь. То, вот, тот день, те эмоции, которые, вот, ты пришел куда-то, ты узнал информацию, тебе понравилось, ты принял сразу решение, что эта профессия, возможно, будет на много лет? На всю жизнь, что ли. На всю жизнь, да. Нет, все было немножко банально. Расскажи, интересно. Да, вот. Ну, как и сейчас помню, что молодой человек, для меня была интересна работа. Ну, и вообще, могу сказать, что в Москве, Москва это такой город, где очень часто меняют люди работу. А какую работу ты искал в свои 20 лет? Я, дело в том, что это начало 90-х, вот, меньше всего хотелось бы заниматься криминалом, вот, на тот момент, да. А работа была, хотелось нормальную, стабильную, и хотелось бы еще постоянную, не просто временную какую-то работу, заработать деньги, я вот что-то на постоянную, поскольку люди в Москве, то живут, например, в год поменять две работы какие-то разные, то есть это норма считается, то есть там нет такого, что ты будешь работать где-то на постоянную, да. Вот, ну, во всяком случае, на то время для меня это так казалось, вот, поскольку разные работы, я видел моих сверстников, кто сначала в одном месте поработал, потом в другом, в третьем и так далее, то есть, ну, всегда были с деньгами. В общем, я попал в зал, вот, попал в зал, для меня, ну, мне нужна была работа, мне не нужна была никакая индустрия и чем-то заниматься, и тем более, как-то расценивать что-то там, какое-то будущее, вот, то есть мне нужно было здесь и сейчас, вот, молодому человеку всегда это нужно в первую очередь, вот, ну, я попал в зал, конечно, я ничего не понимал, что происходит. Ну, во-первых, потому что я пришел, устраивался на работу, вот, и узнать, что за работа и что нужно делать, а в это время мне сказали, присядь в зал, сиди, слушай, значит, о компании, о возможностях, после того, как все закончится, ты подойдешь к человеку, который тебя пригласил, вот. Вот, для меня было, ну, понятно, что, вот, фирма, что она занимается, значит, определенными товарными направлениями и так далее, не все я сразу, скажем так, понял, ну, можно так сказать, ничего не понял, потому что, в принципе, я сидел, и у меня была только одна мысль, подойти к человеку и узнать у него, что мне надо будет делать и что мне будут за это платить, вот. Когда ты подошел, ты узнал? Нет, конечно, вот. Вот, поскольку там были, был не только я один, вот, а было еще много людей, которые задавали разные вопросы, я в том числе, кто-то задавал вопросы о продукции, кто-то задавал вопросы о деньгах, кто-то, там, значит, нужно было договоры подписывать, это еще стоило каких-то денег, вот, кто-то за это узнавал, ну, то есть, мне интересно было узнать о работе, что мне нужно делать, сколько я буду получать. Да, то есть, мне конкретику, вот, и так как было очень много людей, то с каждым человеком немножко говорил индивидуально и назначал им отдельные встречи, уже разговор тет-а-тет, вот. Ну, я тоже задавал много вопросов, мне тоже. Ну, возможно, тебе также была назначена индивидуальная встреча, тогда вот уже тот период, непосредственно, как бы, вот, на встрече, ты тогда для себя принял, что это, возможно, будет твоей новой профессией? Что тебя заинтересовало? Нет, я не смотрел на то, ну, еще раз говорю, то есть, я молодой был человек, то есть, я не рассматривал тогда какие-то, прям, глобально, вот, я что-то хочу, серьезно, надолго и прямо по-серьезному, то есть, вот, ну, на тот момент времени лично у меня такой готовности не было, вот, мне нужны были деньги, и я должен был знать, что я должен буду делать, вот, значит, и произошло следующее, он мне позвонил через день, или, может быть, через два, вот, и пригласил на встречу, говорит, слушай, значит, он мне позвонил, да, и говорит, я иду сейчас работать, вот, если ты хочешь посмотреть, как это делается, вот. Приезжай и увидишь. У меня было свободное время, я был в поисках работы, мне, конечно, интересовало, что надо делать, вот. Я приехал на встречу, это было на Пушкинской площади, в центре Москвы, вот, увидел этого молодого человека, который стоял в красивом виде, вот, приглашал людей на презентации, давал им пригласительные билеты, выглядел симпатично, вот, улыбался, позитивный, ну, это очень привлекало, то есть, на него люди оглядывались, смотрели, вот, он так импозантно раздавал пригласительные, то есть, это привлекало, вот, я думаю, ну, то есть, глядя на него, это было даже, ну, и красиво еще, вот, это не то, что какое-то там приставало, значит, то есть, он подходил исключительно к красивым людям, вот, ну, то есть, это... Это было что-то новое, что-то интересное. Да, это было что-то как-то интересное, вот, я к нему подошел, он мне дал несколько пригласительных билетов, сказал мне, что говорить, вот, я видел, что он говорит, вот, он сказал, вот, говорит то же самое. Ну, я, как бы, ну, никогда не отличался особой скромностью, я сделал эти приглашения 10-15, он мне сказал, следующий парень, у тебя все получается, такие, как ты в этом бизнесе становятся миллионерами, в общем, тебе нужно входить в дело. Не соврал же на тот момент. Ну, вообще, тебе нужно входить в дело, да, и на следующий день, в общем, я уже сделал все формальности и вошел в дело, потому что я очень хотел, чтобы, придя завтра на встречу, те люди, которых я пригласил, они были все, вот, вместе со мной в деле. Прошло 25 лет. Да. Ты лидер, ты миллионер компании «Ты жизнь» изменилась. Как ты считаешь, какой фактор у меня основной вклад в твоей успехе к настоящему моменту? Основной, ну, как всегда, люди, то есть, эта индустрия, она связана с людьми, вот, и, естественно, это знакомство с компанией «Вижн», вот, именно знакомство с теми людьми, кто в руководстве «Вижн», кто начал эту компанию «Вижн», лидеры, которые начали развивать компанию «Вижн», именно они, как бы, заложили, то есть, основные какие-то вещи и научили правильно действовать, правильно думать и правильно набирать команду и развивать ее. На тебя повлияло окружение, в которое ты вошел? Да, конечно, безусловно, безусловно. Это «Вижн», это, в первую очередь, очень сильные люди, очень сильные профессионалы, и это отличается от многих компаний, которые занимаются сетевым маркетингом. Вот, поскольку очень часто бывает сетевой маркетинг сравнивают просто с индустрией прямых продаж, в которых есть маркетинговый план, и, соответственно, те люди, которые там делают этот бизнес, они делают, ну, скажем так, со своим видением, со своей философией, отличным, конечно же, от видения визионеров. И это действительно, ну, вот, это очень важный момент. Можно ли сказать, что на начальном этапе, потому что это интересная аудитория, ты в какой-то мере боялся потерять это окружение, то есть, не войти в него, и, возможно, делал действия, о которых говорили эти люди, повторял их, и именно то и повлияло на твой успех сегодня. Нет, я ничего не боялся. Не боялся? Нет, я не боялся не потерять, то есть, окружение и так далее. Я стремился, чтобы меня это окружение заметило. То есть, я делал все возможное, чтобы они увидели, что есть парь, хочет быть в высоких квалификациях, самых важных окружениях и так далее. То есть, я не боялся их потерять, я хотел только лишь одного, чтобы они меня увидели, и я был рядом с ними. Вот это. Что ты можешь сегодня посоветовать новичкам, которые приходят в этот бизнес, именно на начальном этапе своего развития? Какие действия они должны принимать, чтобы тоже добиться успеха? Во многом успех, в принципе, он и успех развития, он закладывается в самом маркетинговом плане. Поэтому, как только приходит новичок, я порекомендовал бы ему правильно изучить маркетинговый план и увидеть, где максимальные деньги. Поэтому, если говорить сегодня о компании Vision, и чтобы я порекомендовал новичку сразу делать, это сразу же, изучив маркетинговый план, обратить на звездные квалификации, на звездные статусы. Потому что именно там лежат большие деньги. Это уже не только личная работа, это не личные продажи, это не личное приглашение людей, это уже работа с людьми. Поэтому обратить на это внимание новичкам. На самом деле, можно так сказать сейчас сложно, вот надо работать с людьми. С людьми работать очень просто, когда ты знаешь, что ты делаешь. Например, если ты делаешь VIP одну звезду, то ты должен понять, как ее делать, сколько тебе нужно личных сил потратить и времени, выделить правильно ключевых людей, с которыми вместе ты будешь работать, чтобы сделать должный объем для выполнения этой квалификации. Ну а в дальнейшем, вот, а что дальше, да? А дальше следующий уровень. И когда ты начинаешь уже следующий статус делать, он обязывает тебя уже на другие вещи обратить внимание. Обратить внимание на дубликацию, на работу в команде, на выездные мероприятия, на многие детали. Ну, в общем, для новичка всегда в самом начале как будто туман, он не знает, что ему делать. Но всегда видны первые пять шагов. Первые пять шагов – это звездные квалификации. Вот, звезда. Даже не вид. Это вообще, ну, как бы, это… Я, ну, не обращал на это внимания, потому что там нет денег. Вот. Деньги начинаются со звездных квалификаций. А я всегда тот человек, которому интересуют деньги. Я люблю деньги. Вот. И звездные квалификации – это то, где она есть. И когда ты идешь к ней, то ты разбираешься в этом деле, как она делается. У тебя есть свой личный рецепт успеха? Свой личный рецепт успеха, ну, наверное, это работа с людьми. То есть она заключается в том, чтобы поддерживать всегда позитивный настрой. Наш бизнес очень простой. То есть в нем нет ничего такого сверхъестественного. Мы разговариваем с людьми. Мы делимся с людьми тем удовольствием, которое получаем сами. Получаем сами от продукции. Мы получаем удовольствие, мы им делимся. Мы получаем удовольствие от того, как мы зарабатываем деньги, мы им делимся. Мы получаем удовольствие от путешествий, и потом мы этим делимся. То есть мы вкладываем в других людей те удовольствия, которые есть у нас. И научить людей передавать это удовольствие, вот это вот самое важное. То есть найти тех людей, которые будут точно так же, как и ты, получать удовольствие от этих, ну если можно так сказать, на камеру кайфов в этом бизнесе и в этой индустрии, точно такие же, как и ты, то есть ты с ними единомышленник. И научить их еще это передавать, то есть вкладывать эти удовольствия в других людей. Это очень увлекательно. Увлекательно, но смотри, бывают разные периоды жизни, бывает хорошее что-то, то что не всегда идет гладко. Ты себя мотивируешь? Ты имеешь ввиду, когда бывает кризис? Когда бывает кризис. Где ты находишь мотивацию, в чем? Я нахожу это в успехах других людей. Если есть лишний кризис, то в компании, в индустрию приходят те люди, у которых сейчас не кризис, а у них наоборот сейчас пора рассвета. То есть вот он пришел, допустим, полгода назад, у тебя там как у человека, который уже не первый день в бизнесе, может быть какой-то кризис, какие-то люди подздулись, кто-то может быть ушел, клиенты. Какие-то вещи становятся обыденными. Обыденные, да. И вдруг ты видишь, значит, что в этот момент человек, наоборот, набирает клиентов, появляются новые люди, растет в квалификации, вывозит большие команды на большие путешествия. И это всякий раз нужно. Но если у них это получается, то почему бы у тебя это не получится в ноль? Вот. Поэтому люди, это и их история, конечно, это больше всего вдохновляет и понимает, что если они могут, то и можешь ты. Вот, наверное, так. Какой наиболее ценный совет в плане профессионального роста, развития ты когда-либо получал? Может быть, даже помнишь от кого? Очень хорошая фраза. Время, потраченное на школы, со временем превращается в золото. Поэтому приезжайте на семинары, будьте всегда в окружении, выполняйте достаточные статусы, чтобы побывать на самых очень важных встречах и обучающих программ компании. Это важно. Важно в этом бизнесе обучаться. То есть, стать тем человеком, который будет обучаться вот этому бизнесу, обучаться философии, обучаться правильно думать, мышлением и так далее. То есть, это очень важно. И, причем, сейчас очень много есть моментов в интернете, вот, то есть, там, разных школ и так далее, и так далее. Все это не то. Нужно самому лично быть на школах того окружения, в которое ты стремишься. Вот, это один из таких вот важных моментов, которые я понял. А ты помнишь, кто сказал эту фразу? Нет. Каков твой жизненный девиз? А в главном, будь верен сам себе. Он отвечает твоему мироощущению? Мироощущению. Или появился? Ну, конечно, он появился. Это не я себе, то есть, взял такую и придумал. Конечно, я это услышал от людей, для меня очень дорогих, и я себе как-то это вот... В друзьях? В друзьях больше всего люблю дружбу, открытость. Те люди, которые могут поделиться с тобой чем-то своим очень сокровенным. И ты с ними можешь поделиться. То есть, всегда, ну, есть, должны быть люди, которыми ты вместе проживаешь какие-то моменты, и они могут тебе дать советы, вот, какие-то, с которыми ты хочешь, ну, какими-то вещами поделиться. Ты сказал, люблю дружбу. А что дружба значит для тебя? Ну, дружба – это те люди, с которыми ты больше всего любишь, наверное, находиться, путешествовать, проживать исключительные моменты, какие-то праздники. А как ты считаешь, как бы тебя описали твои друзья? Какие бы главные характеристики могли тебе рассказать? Какие-то, может быть? Ну, у меня очень, я не могу, честно сказать, такое вот, как бы меня они могли описать, наверное, это лучше спросить у них. Но я думаю, что, на мой взгляд, это был, будет очень веселый ответ, вот, какой я на самом деле. Поскольку мы с друзьями всегда очень любим и веселиться, и праздновать, вот, это с одной стороны. Но с другой стороны, может быть, они могут сказать, что я очень серьезный, поскольку я бываю такой. Какие твои сильные качества? Ну, зови, три. Как мне кажется. Как мне кажется, это эмоциональность, сильное качество. Это умение, как мне кажется, передавать свою мысль на сцене. Еще какое-то качество? Скажи, да. Еще одно качество. Я комфортный, со мной несложно. Со мной можно договориться. Когда и чему ты удивлялся в последний раз? Если что-то меня удивляет, то только люди. Вот, иногда очень серьезные люди делают такие смешные вещи. Это, иногда даже глупости, это удивляет. Но в то же время, иногда бывает, что очень, можно так сказать, простые люди делают очень хорошие, значимые поступки. И это тоже очень удивляет. Поэтому история людей и то, как они поступают в те или иные моменты времени, наверное, вот это меня, можно сказать, так удивляет. То есть ты не перестаешь удивляться людям. Ну да. А что удивило тебя вот в последний раз? Ну, не знаю, за последнюю неделю? Что было интересного? За последнюю неделю, что было интересного, что меня удивило? За последнюю неделю. Ну, могу сказать, что меня удивил один мальчик на вечеринке у детей в школе. То есть... Куделись. То есть новогодние, наверное. Да, новогодние. Придя к детям на школьную вечеринку, там был концерт, они пели песни и так далее. Их был один мальчик очень веселый. То есть он был очень эмоциональный, выходил на сцену, читал стихи, танцевал, такой был открытый. Ну, просто это был человек, на которого смотришь, и вот прям вот он удивляется своей ответственностью и позитивом. Да, вот это вот, наверное, такой был очень удивительный момент. Как ты себе представляешь свой идеальный день? Свой идеальный день, как я представляю. Наверное, это обычный, спокойный, такой вот семейный день, в котором будет отключен телефон, не будет интернета. Наверное, мы идеально погуляем где-нибудь, там, или на море, или, может быть, съездим в горы. Ну, вот, может быть, на реке, на обед, в ужин, вот. То есть семейный день? Да, семейный, конечно, то есть. Возможно, это будет вместе, то есть с друзьями, но все это вот о каких-то своих вещах, так вот, разговаривать. Не о бизнесе, не о чем, а о каких-то простых вещах. И обязательно весело все было. Ты сказал, что, возможно, съездим в горы. Ты увлекаешься лыжами? Ну, то, что увлекаюсь я, ну, и просто кататься на лыжах. Какие еще спортивные тебе нравятся виды спорта? Мне нравится играть в теннис. Мне вообще нравится спорт, в котором нужно играть. То есть мне не нравится просто там или бежать куда-то, вот, или там тянуть железо и так далее. То есть находиться сам в себе, нет. Мне нравится, ну, да, мне нравится играть. Вот игра, это вот мое. То есть если это спортивная игра, вот, прикольно. Ты путешествовать любишь? Ну, как и все, конечно. Если бы была возможность, и сейчас вот ты мог отправиться на неделю в любую точку мира, какой бы ты выбрал? Я выбрал, наверное, бы Австралию и Мексику. Поделись, почему эти страны так тебя привлекают? Ну, они очень комфортные. Они очень комфортные по климату. Ну, они очень комфортные по нахождению тебя в стране. Ну, например, Австралия, это, в принципе, ну, сейчас, конечно, уже, наверное, нет. Но она, как считается, большая страна иммигрантов, то в ней чувствуешь себя очень комфортно, какой бы ты ни был национальности. Вот. И когда бы ты туда ни приехал. А Мексика? Ты бывал, кстати, уже в этих странах? Да, да. И в той, и в другой. Мексика, она такая достаточно тоже открытая страна. Вот. И люди достаточно позитивные, и климат хороший. И такая страна, ну, сама в себе, что ли. А если бы ты сейчас давал некую рекомендацию людям, которые хотят посетить и Австралию, и Мексику, какое бы место ты им посоветовал посмотреть обязательно? Ну, я бы им советовал, конечно, в Австралии, наверное, сходить бы на рыбный рынок, вот, посмотреть. Вот. Конечно, экскурсия, по-своему, сильная, очень. Вот. Там, если вы едете с детьми, то обязательно сходите. Вот. Большой развлекательный центр детский. Вот. Зоопарк вообще, то есть, это общение с австралийскими животными. Ну, это просто чудесно. А Мексика? Мексика. Мексика. Мексика, это, конечно, и океан, вот. Это, конечно, пирамиды, вот. Это, конечно, съездить в столицу, вот. Хорошо. Если бы ты мог поменяться местами с любым человеком в мире на один день, кто бы это был? Вообще есть такое желание? Ну, нет. Наверное, бы желания такого не было, бы поменяться с кем-то. И что? И даже бы в космос не хотел улететь. В космос улететь? Ну, не знаю. Может быть, наверное, как турист бы я рискнул. Но, не знаю, наверное, вот сейчас думаю, что, наверное, не хотел бы я залезть как в чью-то, скажем так, в чье-то тело, в чью-то голову, там, и так далее. Переформулируем. А если бы у тебя была возможность пригласить к себе на ужин какую-либо историческую личность, тогда кого бы ты позвал? Наверное, Кеннеди, может быть. Какой бы вопрос ему задался? Вот как так все получилось? Что ты умеешь делать лучше всего? Лучше всех. Что я умею делать лучше всех? Ну, вот это вот вопрос, я не знаю. Мне кажется, я достаточно в каких-то вещах обычный человек. И говорить о том, что я что-то делаю лучше, чем другие, наверное, это оценить себя сложно. Я стараюсь делать неплохо то, что делать могут и другие. Твое самое главное достижение в жизни, как ты считаешь? Самое главное достижение? Важное, главное? Главное достижение. Ну, это, конечно, связано, наверное, с бизнесом. Вот, все-таки. Конечно, у меня я многого достиг в жизни, у меня есть много детей. Но если говорить сегодня о бизнесе, то это, конечно, орган бриллиантового совершенства. То есть это достижение, я считаю. Это высшая награда компании? Да, это высшая награда компании. У тебя много детей. А как дети относятся к твоей профессии? Ну, очень весело. Они очень любят тебя. Переходим к нашему Глиц-опросу. Твой любимый продукт из ассортимента компании Вижн? Левлон и Кардиодрайв. Твои любимые события компании? Большие путешествия. К какому событию компании ты готовишься сейчас? Сейчас мы готовимся к нескольким событиям. Это вип-форум в Ташкенте, это Макао и это лидерский семинар президент-тим на Средиземном море. Твой любимый исполнитель? Музыкальный исполнитель это группа Алиса, Константин Кинчев, как лидер этой группы. Исполнительница? Пусть будет не находим. Кухню какой страны ты предпочитаешь? Предпочитаю Средиземноморскую. Твое любимое блюдо? Мое любимое блюдо, все-таки русское, наверное, это сибирский пельмени. Если бы ты был салатом, какую приправу ты бы предпочел? Наверное, что-нибудь поострее. Твой любимый спиртной напиток? Очень прикольный мискаль в Мексике. Какой твой любимый фильм? Мой любимый фильм... Пусть будет 9,5 недель. Любимая стихия? Что-то поспокойнее. Если бы ты был машиной, то какой марки? Наверное, BMW. Быстрый, умеющий принимать решения. Спасибо, Дмитрий. С нами в рубрике «Крупным планом» в группе Moneymaker был Дмитрий Сафронов. Всем привет! Увидимся в новых эфирах! Субтитры создавал DimaTorzok